Стражение за Солидар не окончено. Несмотря на заявление ЧВК «Вагнер», украинские военные утверждают, что всё ещё остаются в городе. Но признают, ситуация там сложная. По словам замминистра обороны Украины Анны Моляр, российская армия несёт большие потери. Солдаты двигаются прямо по телам своих погибших бойцов. Только за последнюю неделю в районе Бахмута и Солидара произошли более 350 боевых столкновений. Вот как ситуацию на поле боя, комментируют западные эксперты. «Пока в городе всё ещё есть несколько украинских обороняющихся подразделений. Битва продолжается. Однако я бы предостерёг от переоценки важности Солидара. До войны он был очень маленьким шахтёрским городком с населением около 10 тысяч человек. Битва за Солидар важна только потому, что это часть битвы за гораздо более важный населённый пункт Бахмут, который находится примерно в 20 километрах к юго-западу от Солидара. Русские пытались взять Бахмут в течение почти полугода, растрадив тысячи солдат в бесполезных атаках на город. Теперь они пытаются окружить и отрезать Бахмут». Часть европейских экспертов считают, что если россиянам удастся взять Солидар, то и Бахмут может пасть в ближайшее время. «Солидар и Бахмут действительно связаны. Россия давно пытается захватить Бахмут, и они понесли очень, очень большие потери. Если россияне возьмут Солидар, это будет фактически ударом с фланга. И они смогут атаковать Бахмут с двух сторон. Тогда украинцам будет сложнее удерживать город». Если России удастся взять Бахмут, это будет её первая победа на войне за долгие месяцы. Но какой ценой она достанется? И насколько вообще важно завоевание Бахмута? «По сути, это ужасный пример безвозвратных потерь. Бахмут потерял своё оперативное и, возможно, стратегическое значение ещё несколько месяцев назад, когда украинцы вернули себе Харьковскую область, в результате чего образовался так называемый «выступ», одним из краев которого, если хотите, стал Бахмут. Таким образом, обе стороны вложили огромные средства в то, чтобы удержать этот город. Он находится на трассе, которая ведёт к другим городам, Славянску и Краматорску, которые сильно укреплены. Однако на самом деле город не имеет такого значения, как можно подумать. «Солидар» фактически стёрт с лица земли. О масштабе разрушений можно судить вот по этим спутниковым снимкам. Первый сделан в августе прошлого года, второй – в этом январе. Интенсивность обстрелов видна на этом поле, его изрешетили тысячи снарядов. А это ещё драматичные кадры. Так украинцы эвакуируют из «Солидара» раненых бойцов прямо под обстрелами россиян. Всё самое интересное на этой войне начнёт происходить весной. Важную роль сыграют новые поставки Украине вооружения со стороны Запада, в том числе ударных танков, отмечают аналитики. «Украина действительно провела ряд контрнаступлений вокруг Киева, вокруг Харькова и Херсона на юге. ВСУ отвоевали у россиян большие территории. Что сделали россияне? Они сосредоточились только на одном районе вокруг Бахмута и Солидара, вели много войск в очень локальный район. Это успех для россиян, но давшийся большой ценой». Сейчас мы видим, что поставки оружия Запада увеличиваются, и особенно наступательные системы вооружения, такие как танки и боевые машины пехоты. Это даст возможность украинцам перейти в наступление. Хотя «Солидар» — это успех для россиян, я думаю, будет интересно, что произойдёт весной, и что украинцы будут делать с этим новым оборудованием. Эксперты также подчёркивают, в ближайшие месяцы российская армия попытается провести крупное наступление. Ведь в самой России накапливаются проблемы, и Путину необходимо продемонстрировать хоть какие-то победы. Подробнее о ситуации в Украине обсудим с корреспондентом Deutsche Welle в Киеве Игорем Бурдыгой, и он на прямой связи со студией. Игорь, что известно на данный момент в Киеве по ситуации вокруг «Солидара»? Салют, слава. Информации новой не так много. Буквально час назад президент Владимир Зеленский сообщил о том, что он провёл ставку верховного главнокомандующего, где, безусловно, самым важным вопросом была ситуация вокруг Бахмута, и в частности на Бахмутском направлении, и в частности вокруг «Солидара». Из сообщения офиса президента ясно лишь, что генеральный штаб, вооружённые силы делают всё возможное о том, чтобы украинская группировка войск там не осталась без снабжения. Там налажены каналы поставок и боеприпасов, и нового вооружения, и в частности, что наши читатели и зрители могли бы видеть на сюжет о том, что на Бахмутском направлении возле «Солидара» используются немецкие гаубичные установки. Но в целом, по сообщению генштаба, ситуация остаётся достаточно напряжённая и тяжёлая. Но даже из сообщений российской армии, насколько мне понятно, сегодня уже ясно, что российские войска, вооружённые силы, те, которые там используются, они не удерживают город под прямым контролем. По-моему, ТАСС несколько минут назад сообщал о том, что в западной части города всё ещё продолжают находиться, держать оборону вооружённые силы Украины. Слава. Игорь, в России утверждают, что в результате боёв за «Солидар» украинская армия понесла очень большие потери. Понятно, что в Украине введены ограничения в информационной сфере, обусловленные военным положением. Но всё же, есть ли действительно какие-то данные по этому поводу? Ну, послушай, украинское командование также говорит, что российская армия несёт большие потери на Бахмутском направлении, в частности, под «Солидаром». Те военные, с которыми мне удавалось поговорить буквально за последние недели, кто вернулся оттуда, с передовой, говорят, что российская армия, или точнее ЧВК «Вагнера», который там совершает основные наступательные действия, использует достаточно такую стрёмную тактику, наступая большим количеством малых групп России за такую армейскую формулировку, и не жалеет людей, и атаки именно пехотные происходят практически постоянно. Да, украинское командование не раскрывает потери, но тут, скорее всего, информация ещё до нас доходит с большой задержкой, потому что в районе «Солидара» не работает связь, это ясные сообщения коллег, кто там сейчас находится. Но, судя по тому, что Генштаб действительно признаёт, что ситуация тяжёлая, наверняка вооружённые силы несут там потери. Более того, сегодня представители Генштаба сказали даже, что некорректно оценивать, наверное, по площади или по количеству зданий как-то ту площадь, которую украинские войска всё ещё удерживают в «Солидаре». Так что вот такая ситуация с вами. Игорь, основные бои ведутся сейчас в районе «Солидара», на Бахмутском направлении. А что на других участках фронта? По последним сводкам Генштаба активные наступательные действия российская армия ведёт также в районе Кременной Луганской области. На всех остальных участках фронта, в том числе и в Донецкой области, и вот в Запорожской, и в Херсонской области, то даже и на севере, в районе, на Сумщине и на Харьковщине, в основном происходят артиллерийские обстрелы, обстрелы из реактивных систем залпового огня, и их интенсивность сохраняется. Более того, сегодня Генштаб предположил, что вслед за планами по выходу вновь на границы Донецкой области, которое российское командование, впрочем, провозглашает ещё с самого начала этой войны, ещё с февраля прошлого года, вооружённые силы России попробуют наступать на Запорожском направлении, чтобы взять под контроль всю левобережную часть Запорожской области. Ну и сохраняется угроза нападения с территории Беларуси, однако даже внутри Украины её все расценивают по-разному. Слава. Игорь, эксперты уже давно прогнозировали, что Россия может столкнуться с дефицитом ракет. Насколько действительно снизилась интенсивность обстрелов в последнее время? Ну, об этом говорили в Украине ещё в декабре, что по сравнению с первыми массированными ударами, которые были в октябре и в ноябре, конечно, интенсивность обстрелов ракетных значительно снизилась. Вероятно, это связано, это изменение тактики связано с дефицитом ракет. Вот даже если говорить про Киев, то последний раз воздушная тревога здесь была неделю назад, в прошлую пятницу. С тех пор её не объявляли. Был бы я, наверное, чуть более суеверным человеком, я бы плеваться начал тут куда-то, но не буду. А вот, в частности, у нас говорят и о снижении интенсивности даже артиллерийских ударов. Вот коллеги из СНН буквально говорили со своими источниками недавно в американской разведке, в украинском командовании, и те говорят о том, что вот в конце декабря, в начале января интенсивность даже артиллерийских ударов снизилась по сравнению, я так понимаю, с ноябрём, с первой половиной декабря в три-четыре раза. Но всё равно речь идёт о тысячах и тысячах залпов каждый день, выстрелов, от которых многое, часть из которых, к сожалению, попадает по инфраструктурным объектам, по мирным жителям, вот при фронтовой зоне. Вот так вот как-то. Спасибо, Игорь, за работу в трудных военных условиях. Береги себя, я напомню, что на прямой связи со студией был корреспондент ВЧВЛ в Киеве Игорь Бурдыга. В разгар боёв за Солидар в Москве было принято важное кадровое решение. В среду командующим группировкой российских войск в Украине стал начальник генштаба Валерий Герасимов, а генерал армии Сергей Суровикин, известный на Западе как генерал Армагеддон, который руководил вторжением с 8 октября, то есть три последних месяца, был понижен до заместителя командующего. При этом наблюдатели не исключают, что назначение Герасимова может быть и сигналом основателю ЧВК Вагнер Евгению Пригожину. Продолжение темы в нашем сюжете. Кадровые перестановки Минобороны назвала, цитата, повышением уровня руководства спецоперации и объяснила расширением масштаба решаемых задач и необходимостью организовать более тесное взаимодействие между разными родами войск. Все участники этих перестановок уже хорошо известны, как в России, так и за её пределами. И всех их российские так называемые ультрапатриоты уже неоднократно подвергали критике за неэффективность, нерешительность и даже бездарность. Так зачем понадобилась перемена мест слагаемых? Ведь результат, как известно, от этого не меняется. Вот как объясняет это известный немецкий эксперт по России Ханс Хеннинг Шрёдер. Оперативное командование остаётся в ведении Суровикина. И единственная разница с тем, что было раньше, это то, что всё командование военными действиями официально теперь поднято на новый уровень. И тут возникает вопрос. Во-первых, конечно, отныне Герасимов несёт прямую ответственность за то, что происходит на фронте. Ведь до этого он и господин Путин типа ничего общего с этим не имели. Они были как Шойгу, недосягаемы. За всё, что произошло, отвечали какие-то генералы. Сейчас Герасимов. Теперь высшее армейское руководство, по сути, официально должно вести войну. То есть это новая стадия в том смысле, как войну пытаются представить внутри страны. Во-вторых, Герасимов, конечно, получил сейчас больше власти. Это значит, что осуществить взаимодействие различных родов войск ему с его полномочиями будет легче. Он сможет сильнее привлекать и ракетные войска, то есть сможет лучше организовать то, что раньше, вероятно, функционировало, мягко говоря, не слишком хорошо. Ну и третье, это моё предположение. Если Беларусь отправит своих военных на войну, то тогда они поступят в распоряжение уже не Суровикина, а самого начальника гирштаба Герасимова. То есть это такой уровень, который уже не даст Лукашенко возможность сказать «нет, извините, я не позволю командовать моей армией какому-то там генералу». Российский политолог Дмитрий Орешкин во многом разделяет мнение Ханса Хенинга-Шрёдера и также называет в этой связи три составляющие. Первое и, наверное, важнейшее с точки зрения Путина – это попытка перетряхнуть, стимулировать, обновить руководство операцией, нагрузить персональной ответственностью господина Герасимова, повысить статус этой самой специальной военной операцией, которую уже давно все называют войной. И к этому, если можно, я вернулся через несколько минут. Вторая составляющая – это, конечно, придворные интриги, когда слишком громко и слишком нездержанно, так скажем, ведут себя Кадыров и, соответственно, Пригожин и связанные с ними золотом, которые в медийном пространстве начали теснить официальные военные структуры. И, по-видимому, Путин решил, коллективный Путин, что они позволяют себе многовато, а их надо поставить на место из соображений поддержки баланса противодействия вооруженных сил. Это, значит, вполне в рамках ситуации традиционного путинского менеджмента, когда он живет на том, что разруливает конфликтные и конкурентные отношения разных силовых группировок. И нельзя, чтобы одна из группировок слишком сильно натянула на себя одеяло и стала излишну влиятельность. Ну и третья, мне кажется, составляющая – это намек мировому общественному мнению, что конфликт переходит на стратегический уровень. Все-таки Герасимов – это генштаб всей Яруси, и, соответственно, он человек напрямую связанный с ракетно-ядерным счетом. Вот подумайте еще раз, уважаемые господа, что в России есть ядерное оружие. А вот что по поводу недавнего назначения генерал-полковника Александра Лапина на пост начальника главного штаба сухопутных войск думает Ханс Хеннинг Шрёдер. Это сигнал, который по сути означает – грязь, которой поливают Лапина, нас не интересует. И по меньшей мере это знак, свидетельствующий о том, что Минобороны и военное руководство не намерены ни шагу уступать Кадырову или Пригожину. То есть, другими словами, они не вправе решать, кто и какие посты у нас занимает. Есть и другие свидетельства этого противостояния. Так, например, в последнее время в Телеграме стали появляться сообщения о том, что Кадыров уже успел побывать в Дубае. Оба эксперта сходятся во мнении, что в настоящее время российские военные начали контратаку против критиковавших руководство российских хардлайнеров или, как их еще называют, турбопатриотов. В начале года огромный резонанс вызвала гибель большой группы мобилизованных россиян в Макеевке, неподалеку от Донецка. Украина нанесла ракетный удар по зданию ПТУ, в котором они находились. Россия признала гибель 89 человек. В Киеве называют цифру 400 человек. Выяснить, что в Макеевке в одном месте сконцентрировано большое число российских военных украинцы могли, судя по всему, благодаря анализу данных мобильной связи. Отсутствие доступа к современным технологиям является проблемой для российской армии, уверен западный эксперт по телекоммуникациям Стефан Дубрии. Сегодня, по сути, российская армия использует технологии, которым 20 или 30, даже 40 лет. Сегодня они используют так называемую технологию шифровки, которая позволяет военному командованию общаться, не допуская перехвата. Однако, даже этот тип технологии у россиян устарел. Поэтому они используют гражданские телефоны. А когда вы используете гражданский телефон, который есть у каждого, очевидно, очень легко перехватить такую связь, местоположение и всю информацию, которая к этому прилагается. В чипе мобильного телефона есть очень много информации. Но две из них очень важны. Это оператор и страна происхождения. Если я россиянин, который прибыл в Украину и начинаю общаться в украинской сети, оператор сети сразу понимает, что этот чип не местный, он из другой страны. Это первая возможность выявления. Вторая – это геолокация, которая позволяет, поскольку у нас много информации в сети, узнать, где находится человек или даже из какой он страны. В украинской сети поняли, что там, в Макеевке, была аномальная концентрация иностранных российских чиповых коммуникаций. А затем им пришлось провести геолокацию, чтобы понять, что ошибка России в том, что она сконцентрировала группу людей в одном месте. Напомню, что все иностранные войска и спецслужбы запрещают пользоваться личным телефоном на поле боя. Кстати, не обязательно общаться, разговаривать по телефону. Даже когда вы выключаете свой мобильный телефон, его геолокация продолжает передаваться. Это очень важный момент. Российские военные показали некоторую некомпетентность. Я не военный эксперт, но в любом случае мы видим, что командование совсем не соблюдает основные правила. С технологической точки зрения они начинают устаревать. Мы видим это по всему вооружению, которое есть у украинцев, по их превосходству в вооружениях. Поэтому возникает вопрос, является ли это исключением или это глубоко укоренилось во всей системе командования, что было бы очень тревожно, потому что это означало бы, что случившееся в Макеевке, скорее всего, скоро повторится в еще более значительных масштабах. Продолжение следует...